Привет, это Мэтт Корр и курс ControlPaint.com И сегодня мы займемся освещением и рендерингом Я создам быстрый эскиз вот этого уха Я очень часто слышал от вас, своих читателей, что многие недовольны тем, что их работы выглядят плоско Люди не совсем понимают, почему их работы выглядят не так реалистично, как им хотелось бы И в 9 случаях из 10 причина в неправильном освещении Чтобы объекты выглядели объемно, чтобы у них была видна форма, нужно правильно задать освещение И как видите, я начал работу над эскизом с созданием контура уха Причем контур я нарисовал моей собственной кистью, которую я создал в курсе Brush Design создания кистей в Photoshop Режим наложения слоев настроен на умножение Multiply И на первом этапе работы я буду работать на слое под контуром уха Так мне проще будет создать структуру объекта На протяжении всего занятия я буду пользоваться лишь одной кистью Это обычная круглая твердая кисть с несложной текстурой Такая кисть хорошо подходит для рендеринга, кроме того, она добавляет ненавязчивую текстурную сетку на эскиз Есть несколько различных способов работы в рендеринге, но больше всего мне нравится работать в методике временных слоев Посредине вы видите образцы цвета и начну я работу с наложения тени На новом слое я рисую тени, причем сначала накладываю жесткие, отчетливые тени, а потом смягчаю их Начинаю с участка, где тень ярко обрабатываю форму тени, причем концентрируюсь в основном на том, как выглядит форма тени И чтобы создать переход резкой тени в мягкую, я использую мягкий эластик Я даже добавлю несложную текстуру на эластик, чтобы он тоже накладывал сетку на эскиз И создаю новый слой Я начинаю с жесткой тени и затем ее смягчаю Удаляю ненужную тень и мне кажется, что если начинать работу именно с теней, то рисунок как бы встает на свое место По идее можно было бы начать и с ярких освещенных областей, но когда вы начинаете с теней, а затем постепенно подходите к более ярким участкам, то рисунок выглядит более убедительным Итак, вот эти действия я буду повторять на протяжении всего процесса работы раз за разом Вы и раньше видели, как я делаю подобную работу Давайте отличемся на секунду У вас, наверное, в голове стоит вопрос Зачем мне рисовать уши? На первый взгляд, это не имеет ничего общего с концепт-артом, драконами и прочими крутыми темами Но, по сути, это способ повысить свой уровень Может быть, рисование уха и не особо веселое занятие Но на самом деле стоит посидеть над этим занятием подольше И процесс начнет приносить вам удовольствие Все, что вам нужно делать, это смотреть на свет тени форму Вы можете описать любой визуальный объект при помощи формы Цвет и текстура, это тоже здорово, но к ним стоит подходить уже после освоения формы Если вы не освоите форму, то не научитесь правильно накладывать тени, чтобы создавать убедительную трехмерную форму То и все остальное у вас тоже не выйдет Это очень важный этап становления художника Если записаться в художественную школу, то вам необходимо будет посетить несколько курсов по рисованию Вам придется пройти рисование 1, рисование 2 и так далее Даже если ваш профиль кино Упс, наступил очень важный момент Итак, половина рисунка у меня готова И я сверну слои и теперь буду рисовать поверх контура Так мне не нужно будет беспокоиться из-за того, что я могу нарушить структуру Окей, о чем же мы с вами говорили раньше Итак, это очень важный этап Да, мы используем компьютеры, это позволяет нам нарушить некоторые правила Я создаю подобный эскиз минут за 10 И это гораздо быстрее, чем работа угольным карандашом В этом фотошоп здорово помогает Но долгосрочные результаты можно достичь лишь обучаясь традиционным способом Даже если вы не можете позволить себе записаться в художественную школу Вы все равно должны повторить простейший курс рисования 1, хотя бы самостоятельно Во время этого курса вы сидите за деревянной партой и рисуете натюрморты Каждый день, часами Это скучно, но это эффективно И причем улучшается множество ваших навыков Вы учите свои глаза видеть очертания, тона и форму И в этом курсе по фотошопу вам не помогут Единственный способ улучшить эти навыки – это рисовать натюрморты Я когда-то услышал выражение «карандашный километраж» Суть в том, чтобы просто сидеть за столом, рисуя и рисуя И это в итоге поможет вам обрести новый уровень мастерства Честно говоря, я верю, что так оно и есть Если вас расстраивает, что ваша работа не выглядит объемно и реалистично То, скорее всего, вы потратили на рисование натюрмортов недостаточно времени В общем, честно говоря, нет волшебного и легкого способа, чтобы быстро научиться рисовать форму Нет такого чудесного фильтра в меню фотошопа, который бы сделал рисунки объемными Поверьте, я бы точно его нашел, если бы он существовал Но его нет И успех – это лишь результат долгой внимательной практики Не думайте, что я просто беру и монотонно рисую эскизы Я внимательно наблюдаю и изучаю поверхность Но подробное внимательное изучение – это единственный способ получить необходимый результат Вообще, я думаю, что лучше всего рисовать серыми тонами, чтобы свести эскиз к чистой форме Потому что стоит вам понять форму, и дело пойдет Вы можете рисовать и в цвете, если вам так хочется Но вы будете изучать форму в смешении с цветом То есть я не ставлю рисование черно-белыми оттенками выше, чем рисование в цвете Я просто хочу, чтобы вы сосредоточились именно на изучении и рисовании формы И единственный способ понять ее – это долгая и упорная практика Я надеюсь, что в некотором смысле курсы с Control Paint могут стать чем-то вроде курса рисования 1 в фотошопе И именно поэтому я создал курс Basic Photoshop Rendering Основа рендеринга в фотошопе В каком-то смысле это аналог курса рисования 1 Так как в этом курсе я рисую свет и тень И показываю, как же работают основные типы освещения И этому и посвящен этот курс И я рассказываю о разнице между прямым и непрямым светом О том, что такое рассеянное затенение И суть в том, что понимание света и его эффектов Дает возможность рисовать все, что угодно Так вы сможете рисовать космодесантников и драконов Но сначала нужно освоить форму Поэтому, пожалуйста, займитесь работой над формой, освещением и тонами И, конечно, я советую вам посмотреть курсы из онлайн-магазина на сайте Ведь они посвящены именно этой теме Вообще форма эта тема довольно старая И если вам больше нравится изучать рисование по книгам То в библиотеке есть множество учебников на эту тему Какой бы способ изучения вы не выбрали Изучите форму Это основа всех остальных навыков рисования Именно поэтому с формой начинают обучение в художественных школах Удачи и спасибо за внимание